В 2017 году по инициативе губернаторов Иваново начали переезжать федеральные компании. Первые открыла в областном центре единый административный центр компания САГАЗ. На данный момент в Иванове работают Интеррао, Россети, Центры, Приволжье. Будем стремиться, чтобы другие компании переезжали, хотя они переезжают, есть компании поменьше, они тоже стараются открывать у нас офис. Административный центр САГАЗа начинался со 150 штатных сотрудников. Сегодня их около тысячи. Это не предел, уверяет директор страховой компании. Добавляет руководство результатами работы довольно в перспективе развития и, соответственно, увеличения численности сотрудников. Сегодня у нас сосредоточено более 17 направлений деятельности. Это операционный учет договоров, урегулирование убытков по различным видам страхования, бухгалтерия, казначейство и так далее. Новые функции, они постоянно приходят к нам сюда, в Иваново. Соответственно, мы продолжаем набирать новых сотрудников. Сюда на работу принимают специалистов со среднетехническим высшим образованием. В течение трех месяцев новичков курируют наставники. Никого не бросаем, заверил директор центра. Заработная плата, начиная с 2017 года, выросла в два раза. Сотрудники имеют полисы добровольного медицинского страхования, пользуются туристическими путевками, есть возможности карьерного роста. Владимир Груничев работает в компании около пяти лет. Пришел рядовым сотрудником, сегодня руководитель группы урегулирования убытков ДМС. Наши застрахованные могут получать услуги медицинские по добровольному медицинскому страхованию в различных медицинских учреждениях нашей страны. И, соответственно, после того, как они получают эти услуги, то медицинские организации клиники нам выставляют счета на оплату для получения, соответственно, этих выплат. Мы как раз этим вопросом и занимаемся. Проверяют оплату согласно прескуранту. Согласованы ли услуги со страховщиками, делают запросы в клинике. Станислав Воскресенский встретился с коллективом и предложил обсудить проблемы Ивановской области. Был задан вопрос, когда начнется ремонт улицы Революционная во Вдутине. Мы две улицы, Сарментово и Революционную, включили в программу дополнительно недавно. Поэтому работы там начнутся чуть позже. Насколько я знаю, на Революционной они начнутся в конце июля. В сентябре сделают нижний слой асфальта, в октябре обещают завершить работы. Сотрудница задала вопрос, будет ли отремонтирован детский сад номер 89 в Иванове. Кстати, на тысячу сотрудников компании приходится 550 детишек. Все сады, которые требуют реальный ремонт, они рано или поздно в программу попадут. Губернатор рассказал, что в пятницу на совещании обсудили бюджет будущего года. Срезы на детские дошкольные учреждения предусмотрели. Ирина Афонина, Владимир Хмельев, телекомпания БАРС.